доброго времени суток наши уважаемые виноградари я рад вас снова приветствовать на нашем официальном канале нашего питомника виноград одесса меня зовут гайда андрей и мы находимся у нас в закрытом грунте помните я говорил что у нас здесь начинается все намного раньше чем у вас в закрытом грунте и мы с вами на наших примерах можем поучиться некоторым элементам технологии выращивания винограда напоминаю что мы хотим быть полезными для вас самое главное что мы хотим показать своих видео сюжетах это то что виноградом заниматься очень просто и логично поэтому не бойтесь присоединяйтесь к нашему сообществу и давайте вместе наслаждаться этой прекрасной культурой сейчас у нас закрытом грунте плюс 10 несмотря на то что нету солнышка на улице минус 5 оставайтесь нами и ближайших видеороликах мы начнем активно готовиться к сезону начнем с вами с некоторых видах обрезки которые вы еще можете применять у себя в частности на арочных формировках после чего начнем делать сами сухую подвязку уже очень скоро начнется обломка зеленых побегов и так далее и тому подобного по сезону но в этом видео я бы хотел бы что вы досмотрели мою командировку центральную азию в том числе в этом видео мы покажем нашего нового победителя поздравим его а также мы сделаем новый розыгрыш опять же это будут саженцы поэтому смотрим до конца не пропуская ни одного фрагмента в любом фрагменте вы для себя можете взять что-нибудь полезно все продолжаем дорогие друзья поехали привет привет дорогие наши друзья сейчас мы с вами разыграем сорт винограда карнавал 970 комментариев в этом году нам понравился сорт винограда толдун наши подписчики очень активные поэтому мы хотим разыграть два саженца этого сорта в следующем нашем видео мы узнаем кто два счастливчика которым улыбнулась удача для участия подпишись прямо сейчас на наш канал поставь лайк и напиши комментарий для участия в розыгрыше на сейчас победитель владимир хоменко поздравляем вас да друзья узбекистан активно развивается и мы вместе с вами можем только порадоваться за наших коллег продолжаем нашу командировку и теперь снова я переезжаю в ташкент вот так выглядит зимний узбекистан из окон скоростного поезда а то что он скоростной видно из этого видео фрагментом дальше по сути у нас было пару часов и мы заехали к нашему коллеге он хотел с нами посоветоваться можно ли на этом месте вместо сливового сада высадить будущем винные сорта винограда также выслушали его с какими трудностями он столкнулся при выращивании своего сада слива невыгодно заниматься потому что какая цена была 0 2 доллара за килограмм то есть около пяти гривен при сбор на сборка какая была примерно 25 тонн собрал это при том что были морозы и это максимум 30 процентов короче не сильно выгодно да вы что люди не смотрят в основном все уходило на россию на казахстан сбор стоит как стоимость ли в часе езды от ташкента мы попали в поселок вот с таким вот интересным названием смотрим шампань да у нас паркентской район или область 50 километров от ташкента регион можно сказать шампань это район паркента здесь реально но очень много виноградников и большая их часть это винные сорта конечно способы выращивания и сами формировки немного странные но все же этому есть свое объяснение самый главный здесь момент это низкая цена реализации винограда и в этой связи нет особого смысла тратиться на выращивание и все здесь делается малыми затратами следующем фрагменте вы поймете о чем я говорю такая череда гор грунт очень вязкий тяжело суглинистый хорошо держит влагу виноградники здесь без полива все укрываются листвой и обрезанными ветками этого достаточно чтобы старые среднеазиатские сорта спокойно выдерживали зимы какие здесь есть там 13 иногда редко 20 градусов этого достаточно я бы сказал что-то полуукровная культура накидали побеги которые вертикально росли с листьями главное чтобы они были с листьями накидали сюда вот один один куст подым ничего не будет принципе оставили по 6 по 7 глазков лоза довольно тонковатая а говорит о том что у нас здесь не хватило в прошлом году ему влаги здесь и может быть был высокий урожай а перегрузили побеги по 3 по 4 миллиметра вот и все в болезнях в аидиуме вот пятнышки видны ты защита так себе можно сказать народная никто здесь не парился ну тем не менее за счет длинного периода вегетации да это позволяет в этих условиях и не очень но очень высокого мороза было 13 градусов до 13 градусов это позволяет виноградником много лет плодоносить и в принципе не вымерзать не пропадать так вроде бы кусты есть а сколько этому винограднику лет 60 лет вот этому тоже в этих районах вообще 60 лет я так понимаю столбы тогда были еще поставлены столбы вот советская арматура некоторые столбики ушли деревяшки до заменили до узбекистан страна контрастов особенно виноградной теме а в следующем фрагменте я вам покажу виноградник вообще самым высоким кпд который я видел в своей жизни посмотрите обязательно и подумайте тем ли мы сами занимаемся продолжаем смотреть время у нас немного смысле папа памяти телефона это же старый виноградник да очень старый виноградник тут методика вот такая значит здесь фишка в том что оставляют лозы вот такие вот ой на хороших восемь почек и по словам вот наших коллег здесь на такой винограднике который растет в растил по большому счету его выращивать практически как по двое он дает хорошую урожайность там в районе 10-15 тонн но это речь идет о винных садах винограда то есть он рассылается вот так ковром и потом во время уборки просто-напросто поднимаются побеги и собирается виноград вот у нас мощные формировки в бок идут у нас побеги и в междуряде располагаются как и урожай вот здесь у нас нету до обработки дел какие-то они вообще а когда но по большому счетом как и мы на подвойных сортах они проходятся серые пока еще побеги не разрослись внутрь ряда после этого принципе этого достаточно чтобы получить тот урожай который у нас здесь есть пожалуйста вот еще у нас эти хорошие шишки тем не менее нас очень классная здесь классная картина горы горный климат горный воздух так выращивают бешполер бедные хозяйства их немного но они есть по словам местных представителей с таких виноградников здесь убирают около 20 тонн с гектара и больше я конечно же этому не верю но люди очень уверенно это утверждают а как вы дорогие друзья думаете реально здесь получать высокие урожаи при таких формировках и при таком уходе как вы видите в этих фрагментах это как вы понимаете не мое видео но так это все выглядит в сезон это так для ясности что вы понимали скажу что узбекистане более 140 тысяч гектаров виноградников при этом средняя цена если говорить про винные сорта или сорта на переработку в эквиваленте около 20 американских центов за один килограмм столовые сорта конечно же продают дороже но тоже цена не настолько высока как бы хотелось также я понял из общения с коллегами что здесь выращивают таким способом сорта из которых делают сушеный изюм кстати смотрите каким изюмом меня здесь угостили длина изюминки около трех с половиной четырех сантиметров это в сушеном то виде многие из вас даже не видели такого изюма но здесь есть определенная хитрость косточки которые все-таки присутствуют в этом сорте винограда местные жители вытягивают и изюм получается невероятного размера и веса также в узбекистан запрещено завозить саженцы винограда по одной из основной причин это то что здесь отсутствует сто процентов филоксера а сейчас внимание для ребят из узбекистана те кто из вас в летний период сделает подобные фотографии у себя в регионе и отправит их нам получит от нашего питомника очень хорошую скидку до 50 процентов на любые сорта из нашего питомника поэтому будьте внимательны и наблюдайте но скажем для филоксеры здесь не очень благоприятные почвы и также очень жарковато но местные энтомологи и чиновники считают что филоксера может перекинуться на их самую главную культуру экспортную культуру это хлопчатник вот по этой причине они боятся филоксеру как огня хлопок же все-таки это экспортная культура и она традиционно очень важно даже на сегодняшний день для узбекистана продолжаем наше знакомство нашим солнечным узбекистаном но интересно слева от меня посмотреть эти шестидесятилетние кусты смотрим ребята пожалуйста вот я при вас при вас смотрите я снимаю отрываю эту шишку вы же у нас очень умные и вы подтвердите или опроверните мою информацию что это такое если виноградная зона давно есть виноград по любому будет бактерийный рак и защищать от этой одной из самых основных бактериальных болезней республику узбекистан уже не надо она здесь уже есть сегодня последний крайний день моего посещения узбекистане немножко погода начинает портиться на севере это регион якутии там так я понимаю сейчас холодно дала прогнозу и обычно через три-четыре дня весь этот холодные так скажем воздушный фронт придет сюда узбекистан есть похолодает вот так среднем там ночью до минус десяти максимум 15 вот но день все-таки будет за счет солнца и чистого неба день будет довольно таки теплый а в этом фрагменте своего обзора я попробую кратко изложить смысл и цели моей командировки мы здесь встретились коллегами из многих стран мира были ребята из турции из израиля из америки и все мы однозначно сделали заключение что в узбекистане выращивать виноград не просто можно а нужно и здесь можно выращивать такой виноград который будет экспортироваться по всему миру но если говорить о глобальном месте узбекистана на мировом рынке столового винограда то тот потенциал который здесь есть не использован от слова совсем скажу что я все-таки услышал отзывы о некоторых сортах и гибридных формах которые очень распространены у нас с вами так вот прекрасно здесь себя чувствует и показывает тоже преображение тот же руслан никакого треска даже на саженцах собственными корнями довелось мне пообщаться и услышать отзывы о новых нашумевших новинках кишмышах mondrops или ара 15 то есть суть моего заключения сводится к тому что с любыми сортами можно и нужно работать то здесь все то же самое происходит что было у нас 15-20 лет назад мы проезжаем возле участка по ухоженней все у нас и подвязано хорошо побеги хорошие полозе видно этот эфирозовый очень много древесины которая в принципе относительно она здесь эффективно можно было уменьшить но и прирост и сила роста природы куста принципе здесь отличная но опять же имея вот такую вот смотрите друзья шпалеру очень такой пусть она и старая пусть она и полуразрушенная но она высокая можно было спокойно эти побеги поднять еще выше но тут идея такая что весь виноград внутри вот этого его так называемой даже не чаши а внутри этого пространства прячется под листами очень высокая солнечная инсталяция и она нам вносит коррективы так скажем выращивание товарного столового винограда прикольно что здесь у нас вместо проволоки вот такая вот стальная раскатка идет которая вот очень мягкая ее натянуть нельзя поэтому у нас вот такие вот провисы между столбами плюс у нас между столбами засекаем раз два три 4 5 6 7 8 9 10 более 10 метров экономят на шпалере потому что понятно почему экономит вот тут самое интересное это природа смотрите целая долина все виноградных насаждений вдоль дороги не стал с коллегой он там на возвышенности далеко тоже виноградники гора значит самый распространенный здесь сверта у нас аризамат тайфи розовый кишмеш черный сакдияна еще пару сортов и еще один сюжет я снял вечером накануне вылета мне удалось побывать в лаборатории инвитро что я там увидел я конечно же покажу и вам смотрим так ребята смотрите один из самых новейших способов мультиплицирования виноградных растений любых растений в мире это использование принципа инвитро размножение растений с помощью эпикальных точек роста мембранного деления каждого из растений реально с одного куста выразить даже 500 тысяч растений за короткий период времени что такое выращивание с помощью инвитро давайте посмотрим в этом видеосюжете вы нарезаете да это подвой черешня войсел 2 это что павловня поломня здесь у нас о это из моего города да я так привет одесский сувенир вы знаете живую ягоду ягоду такая очень да очень красиво это павловня это кобра 5 б.б. да ну по листу я пока не понимаю что такого он немножко сейчас еще не видно это снова черешня да это я не знаю что это за сорт хорошо это кабарне савиньон сентюри это центр не ел еще название а какая температура здесь помещение а максимально большие растения где там уже в кассетах если не это у нас павловня у вас один сорта павловня так это сколько это 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 ей сколько два дня вот это один день один день а это у нас а это и уже в конце ноября им уже мало места когда она будет пересаживаться вот например тоже в те видите у нас есть другой гормон 5 баб есть 0 5 баб это поводимого температура другую до но все понятно что не было мне понятно тут уже идет следующий этап пересадка он тут уже пахнет тепличкой акклиматизация до влажность должна быть высокая до или или это не принципиально а достаньте один этот пакетик чтобы я не поломал вот так нормально после этого куда он пойдет после вот такого состояния куда когда где-то вас теплицы да поставьте этого девочки списали это у нас половня класса пинцетиком не надо только руками да а вы студентки да здесь получать как на практике да а какой предмет это или просто это это подработка круто а наши студентки в ресторанах сидят давайте друзья сделаем определенную резюме нашей поездки нашей экспедиции за пять дней которые побывал здесь я увидел много чего интересного также для себя однозначно однозначно республика узбекистан мощная со своим потенциалом выращивание не только винограда однозначно находится в очень классной зоне конкурентоспособной зоне честно думал увидеть много классных виноградников их увидел очень мало то есть больше некачественных виноградников резюме такое что с этих некачественных виноградников качественная продукция может быть до 20 процентов не больше все остальное можно продать задешево или переработать переработать здесь как перерабатывать здесь в принципе на качественную продукцию не получится это сырье если его направить на виноделье будет некачественное оно будет дешевое поэтому в цепочке производственной цепочки зарабатывают все не очень много но тем не менее потенциал для развития есть наша задача была приехать и может быть что-то подсказать нашим коллегам все что мы могли все что мы знали мы это сделали большую часть своей экспедиции я покажу на нашем канале поэтому мы не ограничимся одним из Узбекистана наш друг и в других регионах мира вот ну а теперь мы будем возвращаться вот у нас начинается очень интересный сезон в этом сезоне будет много новинок будет много сортов и возможно наши сорта появятся здесь в Узбекистане все продолжаем смотреть наш канал обязательно подписываемся обязательно ставим лайки так как это вы делаете активно последнее время запомните дорогие друзья нам без вас совсем не интересно делать нашу работу поэтому остаемся вместе друг друга поддерживаем с прошедшими и наступающими вас праздниками все дорогие друзья пока а 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 и а а